всем привет меня зовут надежда и я рада приветствовать вас на своем канале зеленая жизнь я хотела показать вам свой рабочий стол да я оформила себе свой рабочий стол на малышей не смотрите это сейчас у меня готовятся на пересадку мои малыши потому что еще вчера не было пересадить но я оставила все это дело до среды вчера было некогда в общем тут будет тут будут пересадки прям конкретно я хотела вам показ конкретно свой стол у нас здесь раньше на этом столе стоял компьютер у сыночки вот и теперь в этот компьютер унесли дочери в комнату и этот стол этот стол освободился и он теперь мой теперь мой и теперь здесь стоит у меня моя скажем так мини садик но я в него пока ничего ничего не высаживаем просто это у меня здесь с моими растениями и я считаю что на моем рабочем столе все под эти растения смотрятся даже очень ничего даже очень ничемом посмотрите я покупала его здесь у нас пробили мы с вами пересаживали его я его черенковала потом его попышнее посадила надо уже снова черенковать были какие-то белые листочки это imperial white до imperial white поэтому как только черенка но еще потом надо будет еще потом изменить посадку но это все будет потом есть моя орхитейка которая ответит знаете ходила ходила искала искала орхидейку который цветет ну цветущие есть но небольшие цветущие есть большие искала поменьше совсем маленькую сюда поставить тоже никак не получалось и в общем выбрала вот такую а все остальные стоит у меня на цветоносах много на цветоносах и даже поставила свой не он чик сюда же поставил свою полюшку Сюда же поставила свою, в общем, еще и плюс пальмочку, хамедорейку свою, вот. Ну, в общем, как-то так, ребят. Вот взяла и оформила, знаете. Вот сижу за этим столом, работаю, что-то вот мне нужно тут попересаживать, что-то поделать. Ну, в общем, нет, у меня два стола для пересадок стола у меня есть, журнальный. Складывается, раскладывается, очень удобненький. Мне он прям очень нравится для рассадок. Вот, а здесь, ну, еще какие-то работы с цветочной проводить. Либо просто, просто-просто за всем этим наблюдать. Как же тут хорошо. Да-да-да, кстати, стоит мой Беркин. Он надавал тут хорошо корни, его надо пересадить. Хотела сменить посадку, это Бэйбик, Сингониум Бэйби. Крылья, по-моему, Ангела что-то. Сейчас, секундочку, он тут подписан. Сингониум, а, Ангел Бэйби, Ангел Бэйби, вот так он называется. Хочу дать ему совсем другой горшочек. Этот горшочек освободить, дать его для моих пепперошек, которые пришли. И еще пришли другие вот такие же горшочки. То же самое уже пора пересадить. А также посмотрите на мои Алакази Мело. Посмотрите, ее нужно уже давно пересаживать. Вот такие вот у нас корешули. Ей нужно дать хороший объем уже. Ну как хороший, вот такой вот, в такой вот стаканчик буду пересаживать. Вот в такой вот. На 350, да? Да. А который на 350 поставлю на 0,5. Ну и посмотрите на мою Мишольце. Я не могу на нее налюбоваться. Вы помните? Помните? 23.05 это была посылка. Когда у меня еще в очень плохом состоянии пришел ММЭчик и вот это Мело. Тут вообще не было листьев, помните? Их не было. То есть один был непонятный. Ну он был отжелтевший. И что-то непонятное там пыталось открыться. И вот, как вы видите, вот этот открылся в моих условиях. И вот этот лист. Вот второй лист уже идет больше намного. Здесь посмотрите, сколько у меня корней во МХЕ. То же самое. Сейчас как дадим ему посадку, как дадим, дадим вкуснотишу. Как он попрет, попрет у меня. Ну вообще классный. Классный, классный. Вот как-то так. Ну а вообще видео-то сегодня не об этом. Нет, не об этом. У меня сегодня посылочка, ребят. У меня сегодня посылочка. Давайте открывать. Я вам буду рассказывать все подробненько. Что это за растение и почему. И почему именно эти растения. И как так произошло, что я снова вернулась к этим растениям. Итак, мои хорошие. Вот она, эта посылка. Все было с ней замечательно. Сейчас скажу вам. Я нашла эту группу ВКонтакте. Ответили мне. Молниеносно. Вот прям в 5 секунд, представляете. Тут же, тут же скинули фотографии растений, которые есть в наличии. Ну, то есть, естественно, что я выбрала и как они сейчас выглядят. Тут же была сделана покупка, ребят. И тут же она поехала. И поехала она первым классом. И я до сих пор не могу понять, почему посылка первым классом ехала почти 2 недели. Не знаю, ребят, почему. Так вот, не буду я томить вас. Нет, потомлю. Дайте маленько потомлю. Что тут за растения? Мои хорошие. Здесь растения те, которые раньше у меня они были. У меня были раньше эти орхидеи. Это орхидеи. И были они у меня в прекрасном состоянии. Очень интересные они были сами по себе, да, по сорту. Но я с ними не то, чтобы... Да, ну, мы как говорим, привыкли говорить. Не подружилась. Не подружилась. Не поняла. Я их не поняла. Потому что я изучила столько информации по поводу этих орхидей. Все говорят по-разному. У кого-то они растут как сорняки. У кого-то они не растут. Каждый рассказывал о своих каких-то, знаете, нюансах. О каких-то своих, да, способах выращивания. Но, но я не могла понять. Понятно, что я и не могла понять. Потому что у каждого свои, да, условия. Что уж тут. Ну, я бы тоже так сказала. Поэтому я старалась. В свое время я очень сильно старалась с ними подружиться. Но у меня ничего не получилось. Не получилось и все. Но совсем не так давно. Но я их продала. Да, я их продала, эти орхидеи. И сказала, что все. Ну, как бы не мое и не мое. И ладно. А тут хочу сразу передать привет своей подписчице Зайтуна. Зайтуна, привет. Зайтуна познакомила. Она мне просто, ну, как бы вскользь в нашем разговоре, она мне сказала о таком интересном канале. Ну, то есть как бы она, мы с ней общались, болтали. Я говорю, у тебя есть такие растения? Она говорит, да, есть. И я говорю, а я вот не подружилась. Она говорит, а я вот тоже. Ну, вот я-то, знаешь, на канале смотрю, мне нравится, мне все понятно. Так вот, ребята, я хочу теперь с вами поделиться этим каналом. Есть такой канал, называется Морковный сад. Хозяйка этого канала, Катя. Катенька, будешь меня смотреть? Привет тебе огромный, потому что я ее видео стараюсь смотреть каждый день. Я смотрю ее видео с запоем. Да, у нее там видео о морковках. И сейчас я вам представлю Катасиа Тома. Я выбрала... Ой, ты боже мой, посмотрите, какая прелесть. Какой красивый жук ко мне приехал. Привет, привет. Нет, ну, правда, шикарный такой магазин. Я когда девчонкам стала рассказывать, что это было все буквально, знаешь, в течение получаса. Была сделана покупка, и вот уже передо мной растение, и вот уже у меня трек-номер. И я просто обалдела. Я говорю, а что так бывает? Сейчас, тем более, такая жаркая пора, да, по посылкам. И так быстро ответить, ну, это вообще круто, круто, молодцы. Обязательно оставлю ссылку на магазин. Обязательно оставлю ссылку на магазин. А также обязательно оставлю ссылку на... Смотрите, какой. А также оставлю ссылку на канал Екатерины. Морковный сад. Хотя я нашла его легко и просто. Просто набрала морковный сад. И вот она, вот она. И что я хочу сказать. Я, когда начала смотреть ее канал... Знаете, с учетом того, сколько я посмотрела видео на эту тему раньше, в свое время, да, Сколько вообще все перелопатило всего, боже ж ты мой, вы себе не представляете. Более грамотного... Более грамотного, не знаю, более грамотной подачи информации, то, как человек делится своим опытом. Ну, я вообще такого еще не встречала, ребята. Ну, просто вот, ну, не встречала. Я понимаю, что у меня в моих условиях будут какие-то совсем другие ситуации. Но азы, азы, она рассказывает. Просто нужно внимательно слушать. Так вот, ребята, если вы такие же, как и я, кто когда-то хотел, мечтал о такой прекрасной орхидее, как Катасетун, ну, боитесь себе ее купить, потому что вы не понимаете, когда ее надо укладывать спать, когда она спит, когда не спит. Я вообще сказала, что я больше никогда, да, не буду общаться с растениями, у которых выраженный период покоя. Так вот, благодаря Катиным видео я поняла, оказывается, это ошибочное мнение по поводу Катасетума. У них, может быть, они уходят спячку, а может быть и нет. Понимаете, все индивидуально. И что я хочу сказать. Вот сейчас у меня два растения, но у меня будет еще несколько морковок. Я их уже, одну точно уже купила. Она пока на передержке, пока придут еще несколько. Потому что я как придерживалась этого мнения, так и буду придерживаться этого мнения, что если ты хочешь разобраться в растении, если ты хочешь его понять, если ты хочешь научиться, да, и с малого там, я не знаю, довести до цветения и так далее, тому подобное, одно растение покупать ошибка. Надо купить несколько. И все эти несколько растений, они будут каждый индивидуально абсолютно. Видите, как все хорошо, прекрасно упаковано. Они пришли в амхе. Ну вот она. Вот она, первая моя красавица. Так, бегло осматриваем. Бегло осматриваем. Смотрите, какая она прекрасная. Понятно, что сейчас у меня будут обработки. Потому что сами по себе, вот эти товарищи, они так. Мох не влажный. Нет, не влажный. Я уберу вот эти вот чешуйки. Здесь маленькая бульбочка, но она совсем-совсем не маленькая. Она даже совсем-совсем не сморщенная. Посмотрите. Но она чистенькая, очищать ее не от чего. Я обязательно обработаю от насекомых, от клещей, насекомых. Чтобы никого-никого на ней не было. У нее очень хорошая уже, у ростика хорошая листовая масса. И они уже разворачивают листочки. Поэтому потихоньку, я так думаю, отпаивать, конечно же, ее можно. Пересаживать ее сейчас я не буду. Потому что я боюсь повредить все вот эти молодые корешки. Их видно, что они молодые. Я надеюсь, что они заработают у нас в посадке. Это будет прозрачный стаканчик. Просто один в один поставлю. И буду, не знаю, буду что-то с ними. Ну, во-первых, сейчас в любом случае я намочу. Потому что это обработка. То есть здесь ростик сами по себе. Видите, он сидит так, как надо. И корешки у него ушли уже в посадку. Вот. Вот так вот. Поэтому здесь особой пересадки никакой не будет. Здесь будет просто обработка. Прозрачный стаканчик. И буду наблюдать за корешками. Буду наблюдать за корешками. Вот так. Давайте посмотрим на вторую мою девчоночку. Жук такой смешной. Так. Поэтому я считаю, что нужно купить несколько растений. Да. И несколько растений за ними наблюдать. Уже на них учиться. Потому что у кого-то будет так, у кого-то будет вот так. Тем это еще более интересен. Конечно. Конечно. Огромную коллекцию морковок я, конечно, не смогу себе позволить. Потому что у меня просто для них нет места. Эти товарищи немаленькие. Хотя рост их можно сдерживать. Как говорит Катерина. Вот. Просто не пересаживать в большие, огромные горшочки. А вот тут похуже ситуация. Похуже. Вот. Ну, блин. Прям похуже. Сейчас посмотрим, ребят. Сейчас посмотрим. Вот. Здесь бульбочка. Маленькая бульбочка. Она плохая. Я скажу честно. Она, по-моему, даже как бы гнилая. Хотя я вам точно могу сказать, что на фотографии, когда меня отправлял продавец, все было окей. И вот этого вот было в нормальном состоянии. Я вам говорю, почти две недели шла посылка. Это вообще. Я вообще в шоке. Вот эта бульбочка. Она хорошая. Она прям хорошая. Тверденькая. Все как надо. Ее, конечно же, тут нужно делать пересадку. Ой. Ой-ой-ой. Так. Ладно. Они сейчас пока вообще не нужны. Вот. Здесь нужно будет делать. И тут, в принципе, живых корней-то и нет, ребят. Их нет. И мог здесь влажноватый. Прям влажноватый. И он прям вот так вот раз-раз разъединяется. И усё. Вот. И усё. Вот так вот. Все очень просто. В любом случае, в любом случае, вот этот рост, вот этот рост, который, ну, все, я считаю. Вот, смотрите. Вот, видите. Ну, что тут? И тут всё мягко. Вот тут у неё всё мягко. Вот тут, смотрите. Вот тут она прям вся мягкая. Ой-ой-ой. Как страшно. Мне прям страшно сразу стало. Вот. Ну, в любом случае, ладно. Сейчас я это всё дело унесу на обработку. И очень буду ждать комментарий Катерины. Что она мне посоветует. Вот. Сейчас я бы, допустим, да, на свой бы страх и риск, как бы сделала я. Допустим, да. Это гнилое, ребят. Вот это гнилое. И вот это я бы тоже, вот, я бы, я это уже отсоединила. Вот, видите, всё. Ну, тут кого? Сами посмотрите. Тут ничего нет. Рост погиб. Погиб. И вот, видите, здесь вот всё-всё сгнило. Видите, какая она? Она прям гнилая. Вот-вот. Значит так. У меня осталась вот эта девушка. И мне надо остановить вот этот процесс. У меня такое ощущение, да. Видите, она вот с этой стороны прям стала желтеть. Здесь-то вот, видите, как бы твёрденько. А здесь прям вот очень всё мягко. Прям жутко. Я бы вообще всё вот так обрезала бы. Обработала Максим. И положила бы сушить. Честное слово. Положила бы сушить всё это дело. И пускай оно лежит. Подсохнет. А потом можно уже закрепить над посадкой. Как это делает Катерина. Я вот так вот догнуться не буду. То есть вот таким вот образом. Я бы так сделала. Но я не уверена, права я или нет. Так что вот, ребята, вот такие у меня покупки. Не скажу, что я там, знаете, я вот сейчас прям от восторга прям тут, да, балдею, что мне пришло проблемное растение. Я считаю, что это проблемка, правильно? Но, как новичку, если я считаю, что это снова вызов, если я справлюсь, то, значит, может быть, всё и будет хорошо. По крайней мере, одно растение пришло в прекрасном состоянии. Не знаю, как так получилось одно вот так, другое вот так. Хотя отправлялась оба в прекрасном состоянии. Оба. Я вам серьёзно говорю. Фотографии были отличные. Просто супер. Ну, две недели, ребят, две недели шли. Вот так. Вот так. Сейчас я пойду разведу коктейль от клещей, от насекомых, от всяких разных. Вот. И обработаю. И очень буду ждать комментарии от Екатерины. Вот. Ну, и вообще, девчонки, я думаю, что вы тоже многие занимаетесь морковками. Пишите своё мнение. Пишите, что бы вы делали в такой ситуации. Буду рада вообще всем советам. Абсолютно всем советам. Вот. Потому что, скажем так, я начинаю с нуля. Я начинаю с нуля. Сколько бы ты ни посмотрел видео, ни послушал, пока ты сам в это не окунёшься, ты не поймёшь. Но я точно знаю, что спешка тут не нужна. Всё поэтапно. Обработали, подсушили. Надо, значит, срезали. Надо, значит, полечили. Положили. Наблюдаем. То есть, вот таким вот образом. Спешка тут точно не нужна никакая. Ну вот, ребят, я их очень ждала. Очень-очень. И несмотря на вот такую вот ситуацию со второй морковкой, я очень рада. Я очень рада, что они снова есть у меня. Очень рада. Благодарю вас за то, что вы меня смотрели. До новых встреч. И пока-пока.